всем привет сегодня мы едем с моими родителями собирать абрикосы сейчас наступил сезон когда они созрели но такая проблема в этом году что мало у кого они есть но нам рассказали про одно место не будем раскрывать тайну но в нашем темлюкском районе поедем сейчас пособираем надеюсь что там еще не высобирали и все сегодня покажем ставьте лайки пишите комментарии погнали он и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, всё, мы приехали на место, где мы будем собирать абрикосы. Ну, это дикие абрикосы или по-иному жердель. Здесь когда-то было поле. Видно, что его недавно совсем убрали. Не знаю, может пшеница, может быть рожь. И вот, вот это всё дикий абрикос. Вот в такой одежде мы приехали, но родители всё предусмотрели, потому что подумали, а вдруг будет трава колючая. Или придётся по каким-то зарослям, кушарям лазить. И взяли с собой одежду, переодеваемся и идём собирать. Пошлите. Не надо лазить, да, получается даже? Оп, на земле, да, они все? На Урале бы, наверное, даже смотреть никакие не стали. На Урале? Да. Наоборот, на Урале бы такие деревья обобрали бы за несколько дней. Даже зелёные. Даже зелёные. У нас просто в этом году в посёлке их нету, видимо, из-за погоды. Ммм, вкусные. Они же всегда были у нас рядышком с домом. Ты бы пока не ела, а то пыльно. Дома лучше. Не, я хочу попробовать всё равно. Я ещё даже не одну не попробовала. Это жардель. Жардель, да, мелкая. Ну, вкусное варенье. Знаете, кем я себя чувствую? Как будто бы человеком, который собирает грибы. Кем я себя чувствую? Рассказываю, как отличить абрикос от жардели. Жардель маленькая по размеру, абрикос гораздо больше. И если косточки абрикоса можно есть, они сладкие, то у жардели косточка, вот внутри, да, вот если её раскладывать, она будет горчить. Так что теперь вы знаете, как не только по внешним признакам, но и по вкусу отличить настоящий абрикос. Кстати говоря, по вкусовым качествам жардель нисколько не отличается от абрикоса. Она такая же сладкая. Просто жардель – это именно дикий абрикос. Субтитры сделал DimaTorzok Машин ездит много, кто хочет, тот останавливается, кто не хочет, тот проезжает мимо. Так что юг тебя может прокормить полностью. Вот ты говоришь, это неправильно собирать у дороги. А когда деревья растут у дороги так же? Нет, я просто вообще как бы, наверное, неправильно у дороги собирать, потому что для еды. А сады, когда около дорог растут, они так же растут и около дорог эти деревья. Здесь просто пыльнее, потому что нет, дороги асфальтированы. Я даже сейчас покажу, что на дереве, вот она, жардель вся висит, все деревья увешаны. Но это еще не поспевшие, вот, хорошенькие. Ну, вот так вот. Что, там есть, нет? Да, есть. Вот так вот. Вот, пошло. Вот. 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 Компот лучше Такую жару очень тяжело собирать Под ручьями, градами Мне даже плохо сейчас на жаре Зачем мы на жаре поехали собирать Вот самый санцепёк Спали утром А вечером комары будут Ну что, буквально за полчаса Мы собрали ведро И ещё вот такой пакет Ну где-то два ведра у нас Вкусного абрикоса Тут, конечно, что-то надо будет подрезать Почистить, но чтобы сварить компот И утолять жажду летом Это вообще будет самое то Вечером мы решили Продолжить заниматься абрикосами Которые мы сорвали Ну, точнее, не абрикосы Будем откровенный жердель Да, это у нас Давайте покажем, что у нас тут Как всё делается В общем, часть абрикосов Мы оставляем Вот, вам покажи На еду Вот, да, это на еду Это у нас на компот Мы чистим Вот у нас в этих тарелочках Все троём делают Папа тоже сидит в комнате И другой делает Это мама банки уже подготовила Просто так это красиво выглядит Потому что это такие яркие, да Цвета абрикосинки И покажи, что у нас вот здесь Получается, как мусор остаётся Там, где, может быть, червячки Орешки, да Вот это всё убираем Вот такая красота И всё вместе Когда работаем все вместе То получается всё очень быстро А запах-то какой? А запах, да, очень сладкий Жердель ничем не отличается Что делаем? Как мы? Просто берём Достаем косточку Выкидываем Смотрим, чтобы никаких вот этих Не было чёрных штучек Проверяем всё И вот всё И складываем Вот так и делаем А вот так вот У нас чистит папа Он говорит Я ножиком выбираю Вырезаю Всё, чтобы ничего Никакой грязи не было Никаких точечек Ну да А мы просто делаем Побыстрее Вот так Это вот Ему принесли новую корсу Как вы видели Мы очень много собрали Ну вот Это на еду у него, я думаю Да? Да? Он убирает Ну и так делаем всегда Чтобы, знаешь Морали треснет Обожаю компоты Сейчас лет Это как альтернатива соку Мы тут как раз обсуждали вопрос Что зачем покупать сок, да? Там непонятно что Это как напиток сокосодержащий Грубо говоря Если нужно вот Компот сделать Ну что-то Конечно возиться с этим надо Не все этим хотят заниматься Это что же время Зато это вкусно и полезно Это реально полезно И ты уже знаешь что там Кубанские абрикосы Кубанская вода И всё Всё сахар, да? Ну да Мы всегда ведь делали компот Всю жизнь Из брусники Помнишь Вы делали? Из черники Делали Которые такие Чисто северные компоты Здесь южные компоты